Друзья, ну вот так стоит этот облезлый террорист номер один в мире и ждет Эрдогана униженно. Вот докатился и дожился. Сейчас подробно расскажу о встрече Путина с Эрдоганом и лидерами Ирана. О том, что все это значит и почему это все происходит. Важный разбор. Только здесь вы его сможете оперативно получить. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать, а знать самое важное из того, что происходит в мире. Итак, Путин поехал во вторую свою поездку международную после начала вторжения широкомасштабного в Украину. Ну и первый у него был супер визит в Туркменистан, вы помните. Ну, конечно, посмотреть, как там золотые статуи ставят президента. Он, наверное, уже там рисует голове себе. Теперь он поехал в Иран. Формально это все было как частью астанинского процесса урегулирования в Сирии. И он там встретился в Иране с президентом Ирана Раиси и верховным лидером Хамени и с президентом Турции Раджепом Эрдоганом. Ну и, как мы с вами говорили, помните, про Лаврова мы рассказывали, что теперь любая поездка международная для Лаврова превращается в какое-то унижение. То его там самолеты не пускают, то с ним отказываются даже в одном зале есть, фотографироваться, вопросы задают неудобные. Ну, в общем, теперь все это ждет и Путина. Ну, и Иран, и Туркменистан. Значит, начнем с того, что когда он встречался с Хамени, Путина посадили подальше в его таком стиле. Ну, тоже показательно. Ну, а продолжилось, конечно, позором, с которого я начал этот блог, как Путин стоит и ждет Эрдогана. Вы знаете, что у Путина есть такая фишка, он сам везде опаздывает всюду и, возможно, делает это, даже невозможно, наверняка специально, чтобы, типа, ну, и вот его ждут великого царя всей Руси, императора. Но, как вы увидели, турецкий президент поставил его на место и заставил его стоять и ждать. Ничего не бывает случайно в таком протоколе и дипломатии. Об этом говорят все мировые сегодня, СМИ. А это, конечно, был знак от Эрдогана, что он будет разговаривать с Путиным только на своих условиях и что он прекрасно понимает, насколько тот загнан в угол. Вот такое унижение от Эрдогана. Ну, и не только на этом Эрдоган не остановился. Одна из целей, с которой Путин ехал, это получить дроны. Прорвать ту блокаду, которая сегодня технологическая вокруг России. И об этом рассказали в Белом доме. Американская разведка узнала о том, что российские официальные там военные лица и разведчики ездили последние недели по Ирану на военных их аэродромах. Были, смотрели на иранские дроны. Ну, в общем, хотят их получить. Ну, и понятно, что там иранские дроны не лучшие в мире, а вот турецкие очень даже хорошие. Об этом знает уже весь мир. Байрактар, да? Так вот, тут сразу же пошла реакция турков. Еще раз, то есть Эрдоган дал ему пощечину, когда заставил ждать. А еще добавил зять Эрдогана, фамилия которого Байрактар, и который, собственно говоря, совладелец компании Байкар, которая выпускает эти беспилотники. Он сказал, что они никогда, никогда не будут их поставлять России. Ну, вот еще такое унижение теперь еще и от зятя. Скоро там, наверное, еще и домохозяйка какая-то, уборщица в доме Эрдоганов тоже вытрет ноги о Путина. Конечно, это показательно. Ну, и то, что Россия бегает за дронами, бежит за дронами к Ирану, это, конечно, тоже очень показательно. Великая страна с технологическим суверенитетом, а свои не может выпустить беспилотники и выпускает их, помните, из пластиковой бутылки. Посмотрите на этот позор. Это серьезно, это не фейк. Вот тут написано топливо, зажигание. А вот тут вы видите просто крышечку от пластиковой пляшки, которую отрезали из какой-то бутылочки, я так понимаю, может, из-под минеральной воды. Вклипали сюда корпус и используется все это, ну, как видите. Россия с Ираном уже опровергли, что якобы шел разговор о беспилотниках. Но вот тут у них прокол, знаете, российские пропагандисты иногда не успевают за сменой методички. И вот Соловьев уже разорался, соловьиный помет в истерике. Как же так, обманули великого Путина, где российские беспилотники? И теперь, внимание, придется нам пользоваться китайским и иранским ширпотребом. А, так все-таки нужен иранский ширпотреб? Послушайте. Мы никогда показали верховному главнокомандующему якобы наши беспилотники, хотя мы купили, твою мать, израильскую лицензию еще на 10 лет. Мы даже свои не стали делать. Импорт от твою мать замечания, когда лучшие аэроинженеры по всему миру наши, русскоговорящие. Мы были первыми в мире, которые делали беспилотники. Четыре месяца вы не можете наладить производство? Хотел бы я посмотреть, чтобы вы Сталину ответили. Вся страна сбрасывается деньги, покупает, выгребает по всему миру. Китайский ширпотреб. Мы производители лучшего в мире оружия. Четыре месяца. Где беспилотники, которые показывали верховному на каждой выставке? В общем, полный провал. Понятно, что нужны были беспилотники, но они их не получили. И уже все стало известно. Иран боится дополнительных санкций. В общем, осталось теперь просить Ким Чен Ын технологии. Северная Корея, это же крупнейшая технологическая держава. Она еще может помочь Путину. И из этого региона пришел ему еще один удар под дых. И еще один привет от Эрдогана. Евросоюз договорился с Азербайджаном о том, что за пять лет удвоятся объемы газа, поставляемые Азербайджаном на рынок Европейского Союза. Опа! Ну и мы с вами понимаем, что вообще Азербайджан и Турция, они сейчас там официальная идеология. У них так звучит. Один народ, два государства. Ну то есть это настолько близкие страны. И действительно они очень близки. И никогда бы на такие шаги не пошел Алиев, если бы не имел поддержку Эрдогана в этом вопросе. То есть Эрдоган с Путиным встречается, но заставляет его ждать. Публично отказывает в беспилотниках. А сам помогает Азербайджану увеличивать объемы поставки газа в ЕС, вытесняя оттуда, чтобы они не были так зависимы от Путина. То есть добивается, играет в свою игру. Ну и конечно абсолютно правильно делает. Вот такой вот удар и поддых получил Путин. Ну понятно, что его задача была показать в России, чего он начал активно куда-то ездить. Для того, чтобы он хоть с кем-то его кто-то принимает и с кем-то встречается, это ему было важно. Понятно, что у них была там тема Сирии. Там своя история. Россия и Иран поддерживают режим Асада. А Турция Асада не любит, но при этом там не любят курдов, которые на севере Сирии. То есть пытаются найти какие-то точки соприкосновения. Идет так себе, кряхтит. Понятно, что одна из тем была блокада Черного моря России. И здесь тоже, то есть Путину приходится идти на какие-то уступки. Потому что понятно, что ему не нужно никакую снимать блокаду Черного моря. Он этого отчаянно не хочет. Но пока, как видим, ему приходится об этом говорить. Но это отдельная тема. Мы с вами ее еще разберем. Тут интересная может быть игра. Мы посмотрим, что будет дальше. Но очевидно, что это игра, в которой Путину делает вынужденные ходы. Если бы его воля, он бы закрыл полностью Черное море. Ему чем выше цены на продукты, чем больше хаоса в мире. И чем хуже Украине, тем лучше. Это же мы с вами прекрасно понимаем. Так что посмотрим, как будут развиваться события. Но пока все вот эти попытки Путина прорвать вот это кольцо вокруг России, сжимающееся, они не получаются. И от этого у него сжимается кое-что другое и в другом месте. Он чувствует на самом деле приближение больших проблем. И это правильно. Террорист номер один должен быть наказан. Ну и недаром в Иране отличное место. Иран страна, спонсор терроризма. У него там еще 100. Судан, Сирия. Отличная компания. Пора туда включать еще и Россию. Это решение принимает Госдеп Соединенных Штатов Америки. Мне в ближайшие дни здесь будет встреча, на которой тоже буду эту тему поднимать. Так что, друзья, боремся. И террорист есть террорист. И место ему вы знаете где. Держим строй.